Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос, хотя, конечно, это даже не вопрос, как таково, это своего рода подстановка перед фактом, то есть у вас здесь в конце даже несколько такового вопроса, то есть вы спрашиваете, вот завтра будет день, все будет как всегда, а потом что, опять взрыв, и сил нет. Понимаете, вот основная проблема, которая, на мой взгляд, есть, помимо всего прочего, это ваша апатия. И апатия ваша, она связана в первую очередь с тем, что есть конфликт. Конфликт между тем, чего хотите вы, и тем, что у вас сейчас есть. Конфликт между вашим внутренним эмоциональным стремлением к счастливой семье, детям, счастью и тем, что есть сейчас. И надо сказать, это я сейчас пока не разбираю по тексту все нюансы, надо сказать, что у вас не будет сил до тех пор, то есть апатия будет до тех пор, пока вы не сделаете выбор в пользу разрешения этого конфликта. И выбор в пользу разрешения конфликта, как вы понимаете, может быть сделан в двух основных направлениях. Первое направление это направление в сторону понимания жены своего мужчины, понимания того, что женщина от него зависит. Кстати, так и как вы, отчасти, но она может быть больше зависит, а может быть и не разрешено было с вами выяснять. Она зависит от него, она его идеализирует, она считается только с ним, она будет счастлива. И отсюда ее направлено на то, чтобы обвинять только вас в том, что произошло. А его напротив любить и так далее. То есть нужно понять, в первую очередь, что женщина лишилась своего мужчины, своего мужа, источника, возможно, каких-то своих потребностей, своих желаний, и она не представляет свою жизнь без него. И считает, что из-за этого считает, что вы откровенно увели у нее мужчину. То есть ее мужчина это такой вот идеальный человек, идеальный мужчина, который не погрешен ни в чем, который ни в чем не виноват, который не несет, видимо, ответственности за себя, а вы вот такая плохая взяли и его у нее увели. И либо вы будете стараться свою заперницу или просто несчастную женщину понять, и будете относиться к ней с жалостью. Все пути, по которым она вам пишет, вы уберете. Все пути, по которым она с вами связывается, вы обрубите. И просто-напросто, вот, поймете, что человек несчастен, человек не может начать жить дальше, будете ее жалеть, и через жалость, и она действительно достойна жалости, через жалость вы придете к пониманию того, что по сути это дело, женщина оказалась в очень незавиденном положении. Тем более, если ей придется еще и разводиться. Второй вариант, который вы можете выбрать. Если не можете обрести безразличие по отношению к женщине, в этом вам можно будет помочь, если вы захотите. Второй вариант заключается в том, что вы просто-напросто говорите своему мужчине, что вот он видит, как вам плохо, он видит, как вам тяжело, он видит, как вы страдаете, как вам плохо, и ничего не делает. Соответственно, возникает логичный вопрос, который можно сформулировать так. Так, если он вас любит, то почему допускает, что вы вот так вот мучаетесь? Если он вас любит, почему он позволяет вам так страдать? А вы страдаете, вы действительно страдаете. Человек, который любит вас, если он любит вас, не позволит вам страдать, а он позволяет. И вопрос, почему? Что это за любовь такая? Ну, хорошо, он может не конфликтовать со своей женой. Даже не знаю, как ее назвать, бывшей женой или как. Он может не конфликтовать с ней, но стремиться к вашему счастью и его обязанности, что нас любит. А он этого не делает. И вы можете ему сказать, что вот либо ты делаешь что-то, чтобы я не страдал, потому что это твоя жена, либо я от тебя ухожу, потому что я не вижу от тебя желания что-либо делать для нас. Для вас. Ну, если мужчина видит, что у вас срывы и как бы ничего не делает, но это же о чем-то говорит. Это же говорит о некотором его отношении к вам, правильно? Я думаю, да. То есть вот этот аспект и аспект этого выбора в целом ну, нужно рассматривать. Как вы понимаете, может быть, конечно, еще варианты. Можно, например, вам с тем втроем встретиться, обсудить все, как есть, спросить вам эту женщину в лицо при мужчине, правда ли она считает, что вы увели ее мужа, и возможно ли вообще ее мужа увезти. То есть считает ли она своего мужа вот таким вот бесхребетным, да, бесстержнем, что его можно увезти? Как она вообще к этому относится? То есть я, по сути, такую точную ставку, после которой, я думаю, ну, в любом случае отношения изменятся. Но опять же, перед этим нужно нужно обговорить четкую позицию вашего мужчины. Потому что без его позиции, ну, совершенно очевидно, что не будет ничего хорошего. Потому что если вы будете занимать такую вот пассивную позицию, то это будет плохо. То есть это вообще проявление его неуважения к вам. И, соответственно, здесь есть определенная проблема, о которой я хотел бы сказать, наверное, чуть позже. Итак, теперь мы перейдем непосредственно к вашему тексту сообщения, к тексту вашего вопроса. Значит, несколько лет назад пишите вы, я задавал вопрос, тема письма нет больше сил. То есть получается, что несколько лет назад вы свой вопрос задавали, видимо, посчитали ответ экспертов, возможно даже какой-то ответ сделали лучшим, но при этом, как я понял, откладываться не изменилось. Так что у вас не было сил тогда и, в принципе, сил нет свища. ну, 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 у вас нет сил. Ну, а что дальше? Ну, вот что дальше? Подумайте вот сами. Вот у вас нет сил, вы устали. когда человек устаёт, он падает и отпускается и тянет. А вы-то тянет не отпускаете, получается, что у вас силы есть, просто вы измотаны, вы невероятно устали от того, что происходит, это да, но у вас нет, не нет сил, силы у вас есть. Значит, вы бы уже давно ушли, вы бы давно уже мужчину отпустили, сказали, что вот пока не разведёшься, ко мне не приходи. Так вообще-то и нужно было сделать не вначале, но вы почему-то этого не сделали, но об этом я скажу чуть позже. Значит, годы идут, сил опять нет. А, вот, опять же, просто постарайтесь отследить. С момента когда мы задавали вопрос, вам полегчало? Увидели ли вы, что это полезно для себя? Витомство, это ведь в корне получается не изменилось, она одна той же, ответом встаётся вопрос, что вы готовы сделать, вот, лично для себя, а то в подумайте, что вы готовы сделать для того, чтобы ситуацию изменить? Ну, вот, просто вот, что вы готовы сделать, кроме того, написать вопрос, да, пластный, пластный, что вы готовы ещё сделать? Для того, чтобы изменить ситуацию. Готовы ли вы, ну, например, работать с психологом на постоянной основе? Готовы ли вы круто, кардинально изменить свою жизнь, свой образ жизни? Готовы ли вы резко изменить свою позицию? И так далее. Постарайтесь ответить на вопрос, что вы готовы сделать для того, чтобы ситуацию изменить? Чтобы через несколько лет вам не задавать тот же вопрос. Ещё раз. пищу, скорее для того, чтобы выговориться, но, конечно, не получить совет. Знаете, психологи не дают совет. Психолог помогает принять решение, помогает увидеть ситуацию под новым углом, помогает понять человеку у самого себя лучше, но советов психологам не дают. Потому если давая совет, человек берёт ответственность за того, кому он советует. Психолог этого делать права не имеет. Поэтому советы, простите, давать вам психологи не будут. Я понимаю примерно, о чём вы говорите, как бы говоря о том, что хотите получить совет, но всё же, советов мы не даём. Значит, пишите вы для того, чтобы выговориться. Хорошо. Вы выговоритесь, вам, может быть, станет легче, возможно, вы напишите даже дополнение какое-то к своему вопросу. Но простое выговаривание и проговаривание, тем более без обратной связи, без конкретной прямой связи с человеком, вам, ну, принесёт облегчение довольно минимальное, то есть, если вы конкретно не примите вот какие-то рекомендации на вооружение и не воспользуетесь с ним. Поэтому, ну, вот, выговорили свои, ну, написали вы вот это всё и на секунду прочувствовали чуть острее, чуть более объективно то, что с вами произошло. Но ситуация всё равно не изменилась. Поэтому, поэтому, пишите вы, если вы говорите, что пишут скорее ли там, что выговорят, значит, особой надежды на то, что ситуация изменится, вас нет, а это плохо. Потому что, если вы не готовы что-либо менять, то, чтобы мы вам не ответили, ситуация останется такой же. Значит, дальше я читать не буду, потому что, значит, вы повторяете в следующем абзаце. Спасибо, что написали сзата. Хотя, если бы вы написали более подробно, можно было бы вычленить какие-то ещё нюансы, которые бы указали на то, что заставляет вас терпеть всю эту ситуацию. В частности, например, отношения с родителями. Хотя, довольно редко люди пишут об этом в общем вопросе. Итак, 6 лет назад я познакомил женатый мужчина, с которым мы сходились и сходились. Он жил с женой и с двумя детьми детей очень любят и по всей день. Значит, первое, что я вам хочу здесь сказать. Значит, я не читал ваш предыдущий вопрос, я посмотрел в вашем профиле, там предыдущего вопроса нет. Видимо, задавали вы его анонимно или удалили. Соответственно, что я вам хочу сказать по этому поводу. что заставило вас познакомиться с женатым мужчиной и почему вы позволили с ним сходиться расходиться при условии, что он женат. Почему вы позволили себе быть не единственной в его жизни сразу? Почему не поставили четкое условие, что пока он не разведется, вы не будете с ним в отношениях в отношениях откуда в вас вот эти предрасполагающие условия к тому, что сейчас происходит. Что это? Неуверенность в себе, сомнения в себе, страхи, проекция, сублимация, фрустрация может быть, трав, травмы, может быть, комплексы, чрезмерное значение мужчины для вас, чрезмерное значение отношений для вас, чрезмерное значение семьи и детей ваших собственных для вас, о которых вы пишете в конце своего сообщения. Вот с этим нужно разобраться, что заставило вас пожертвовать своим единственным положением по отношению к мужчине. Исходя из текста, можно задумывать, что вам важна семья и дети. Ну, вы об этом пишите, что я хочу семью и детей. Для чего? Для чего вам семья и для чего вам дети? Зачем они вам? Что вы хотите через них получить? что вы хотите выиграть от этого? Простите за такую, может быть, немного грубоватую формулировку. Почему я это спрашиваю? Потому что, знаете как, семей нельзя хотеть, и детей хотеть нельзя. Семья и дети это естественная форма развития отношений между двумя людьми. И если развитие не приводит отношения не приводит к тому, что получают семья и дети, то простите, в общем, этим живым человеком семью и детей главное построить или построить. И когда вы хотите семью и детей, у вас всегда есть образ семьи и детей. А если есть образ, то вы пытаетесь подогнать человека под этот самый образ. А это значит, что либо вы не замечаете в человеке всех его качеств, которые не подходят под этот образ, либо вы пытаетесь человека стиснуть в рамки этого образа. И в итоге получается некая такая деятельность по программированию. По программированию семьи, по программированию детей. и дети и семья в данном случае должны вам что-то дать. Но я еще раз повторяю, семья и дети это не то, это должны вам что-то давать, это должно вам что-то давать. То, что вы хотите получить через семью и через детей для себя, нужно получить самостоятельно. и тогда вы сможете свободно, спокойно создавать отношения, строить отношения, не думая о семье и не думая о детях. Но искренне радость тому, если у вас это получится. Семья и дети не должны быть самым целью. Вы не написали свой возраст, и если вы боитесь, что детей у вас не будет, то ничего страшного в этом нет. Современные возможности позволяют завести ребенка, даже если вы опасаетесь рожда. Дело не в этом. Дело в том, чтобы ребенок не воспринимался как средство, и чтобы семья тоже не воспринималась как средство. Это очень важный момент. Как он говорил, ваш мужчина, что уже тогда у мужчина были проблемы. И жена скорее была другом. Хотя как казалось потом, секс у них был, был и изменял ей. Как вы к этому относились, почему простили, почему после этого не поставили условия о том, что ну хорошо, мы с женой секс, вас воспринимал как любовница, хорошо, это возможно. Если хочет быть с вами, пусть разведется с женой, и только тогда вы будете с ним. Что мешало вам поставить такое условие, непонятно. Все, что изменилось, он всегда рядом со мной, и я его люблю, конечно, но вы знаете, очень интересная получается ситуация. сейчас он с вами, пишите вы, но при этом он женат на другой женщине, и разводиться с ней как-то он не собирается. Скажите мне, пожалуйста, как вы, а главное, как ваш мужчина, представляете себе ваши дальнейшие отношения, если мужчина до сих пор женат на другой. Не считаете ли вы, а если считаете, то почему терпите, то подобное поведение является унижением для вас и принижением вашего достоинства. Пожалуйста, пожалуйста, поставьтесь этот момент, для себя хотя бы пояснить, он очень важный. в данный момент, в данный момент, мы живем вместе второй или третий год. Очень интересно, второй или третий год, то есть вы не помните или вы не считаете, что это важно или как? Я действительно первый раз встречаю, чтобы человек не знал точно, какой год живет вместе с другим, причем, что это второй или третий, это не двадцать, это не двадцать, хотя даже в этом случае люди как правило помнят. То есть почему вы плохо помните сколько времени вы вместе? Не связано ли это с тем, что вы в душе понимаете, что это уже не отношение, а так, просто насилие над вами, отношение по привычке? Если так, то вы себя игнорируете. Опять же, я его люблю и ценю, он тоже делает все для меня, он любит меня, я это знаю, вижу, чувствую, даже предполагаю, что я самый близкий человек, как и я, поэтому мы распознение, хотя, что такое любовь? Любовь. Ну что, давайте попробуем пояснить вам, что такое любовь. Любовь это когда человек хочет сделать другого человека безусловно счастливым, и стремиться каждую свою свободную минуту, каждую свою возможность направить на то, чтобы человек, другой человек, был счастлив. Вот это любовь, ну это так, к слову, он динат до сих пор, конечно, он собирается разводиться, но проблема как с нежником. Вопрос. Ну и далее вы начинаете писать кое-что другое. он динат до сих пор, он собирается разводиться. Вопрос к вам когда? Какие конкретные сроки его развода и какие это препятствия? Если вы видите, что мужчина не готов эти препятствия преодолевать и не готов конкретно разводиться, то что вас держит рядом с ним? Ответьте по-моему на этот вопрос. очевидно, что вы с собой жертвуете. Это там дальше потом становится очевидно. Очевидно, что вы приносите себя в жертву. Очевидно, что вы вредите себе. Ради чего? Ради чего? Подумайте об этом. Любовь это когда человек делится тем, что у него есть, но без вреда себе, а вы с собой вредите, вы жертвуете собой. Вы по сути переживаете опустошение, а опустошение всегда предполагает восполнение того, что вы потеряли. И ни один человек не восполнит вам этого. Потому это никто не оценит жертву, которую вы приносите так, как это делаете вы. Так как понимаете вы. И даже если мужчина разведется сейчас, даже если он станет только вашим сейчас, если жена его прицает вам писать, все равно останется обида. Все равно останется разрешение, что вы сделали глинтку больше. И это будет всегда отравлять ваши отношения. Представьте это пожалуйста понять. Так мы живем вместе. Он общается с женой только по поводу детей. Но одновременно не разводится и не может защитить меня. Но по поводу развода в принципе уже сказал. по поводу защиты вас очень интересная память. Если мужчина не может защитить вас, то что этот мужчина? Отличает ли этот мужчина вашим идеалом, важным представлением о том, каково должно быть поведение мужчины в отношении с вами? Уважаете ли вы его, если он не может вас защитить? Знаете, здесь бесполезно предъявить человеку претензии. Человек уже взрослый, человек уже зрелый, если чего-то не понимает сам, скорее всего, вы до него ничего не донесете. Пытаться не нужно. Вопрос пишет ему что любит спор, пишет и пишет, он игнорирует, не пишет ничего в ответ, отвечает только по делу. Ну, в принципе, поведение правильно. Понятно, что он не может полностью обработать мне связь, как дети будут всегда. Но вам надо понять, что получается будет общаться с ней. Даже если разведется с ней, даже если женится на вас, все равно будет с ней общаться. Она все равно будет ему писать. И либо вы примете этот факс, что она ему пишет, либо вам нужно опять-таки расставаться. Как других вариантов. Нет. Она будет с ней. Она будет не очень долго, пока будут дети. И пока он будет нужен детям, то есть пока дети маленькие, непонятно насколько дети маленькие, конечно, но тем не менее, пока дети маленькие, он будет с ней общаться. и если это вас раздражает сейчас, если вызывает ревность, то либо вы принимаете именно его с ней общение как данных и не обращаете внимания, доверяете своему мужчине, хотя после измены и после нежелания разводиться это сложно, сложно, либо вы разводитесь, то есть расходите, спрошу прошу ревну. Значит, у меня она пишет, чтобы в общем, я не буду это читать, тут довольно-таки неприятные вещи, думаю, вы сами переживали, когда это писали, поэтому не буду вам это повторять. Вопрос другой, почему вы позволяете, чтобы она вам писала? Ну, вам так не, зачем вообще перекройте все источники, связи с ней и все. Какие проблемы? Тоже непонятно, зачем вы позволяете ей вам писать? Она негатив пишет. Естественно, другого написать не может. По той причине, о которой я сказал, ну так вы не позволяете ей писать вам? Или вы думаете, что она сама успокоится однажды? Не думаю. Так, вы пишите, что ваше ваш папа умер две недели назад. Мне очень сложно жить, я не верю в проклятие, но я не понимаю, не могу принять, что весь негатив льется только на меня. Ну, во-первых, примите мои соболезнования по поводу смерти вашего отца. Действительно, вы правы, что не ведете проклятия, ибо это не то, на что стоит ориентироваться в своей жизни. Мужчина не хочет вас разрешать от своей сыны, просто потому, что считается отчасти, что вы сами подписались на это. И по сути, он прав. Вот по сути. По сути, он прав. Вы сами взяли на себя вот это все. Вы позволили себе оказаться в этой ситуации. Вопрос в том, для чего. Но если вы позволили себе оказаться в этой ситуации, вопрос заключается тогда в том, что вы хотите. Но если бы вы мужчине поставили условия совместного проживания с вами, у него был бы выбор. Или он ограждает вас от своей жены, или он не с вами. Ну, а раз вы приняли его, раз вы не настаиваете на разводе его, раз вы не сошунете с ним, ну, а зачем ему вас защищать? Для чего ему вас защищать? Зачем ему что-то делать, если вы сами уже сделали все? За сейчас-то ведь, когда потребность есть. А так мужчины думают, что, ну, вот, подумайте, ну, вот, она сама решила так, сама на это согласилась, ну, и что-то срыв, ну, поплачет, успокоится, все будет как прежде. мужчины они существа порой довольно-таки буквальные, и это нужно понимать, в этом нужно отдавать себе отшир, ну, по крайней мере стараться это делать. Далее, значит, мой любимый и близкий мне человек выбрал позицию отстраненную и считает, что разговор с ней только обострить ситуацию, а я не могу терпеть, когда на меня и на мою семью выливает столько всего. А он просто читает эти сообщения про «люблю тебя» и в общем про то, как она вас ругает, и ничего не может сделать. Ну, вот так, а что по факту может мужчина сделать по вашему землю? Почему вы так остро реагируете на то, что человек, который потерял своего мужа и соответственно партнера жизни, спутника жизни? Естественно, выливает весь негатив на вас и на вашу семью? Почему вы на это так остро реагируете? Ну, выливает человек негатив. У него дефицит, у него конфликт, у него проблемы, у него страх, у него фрустрация, у него самооценка заниженная, у него там кризис и так далее. Почему вы воспринимаете его жену как очень серьезного человека, равного себе? Она вам не равна, его жена. Она ниже вас, и ей хуже, чем вам. Ей страшнее, чем вам. Да, я понимаю, у вас умер папа, вам тяжело, но папа умер у вас две недели назад, а мужчина вы живете второй год, и все это время жена мужчины одна, как я понял, и ей действительно тяжело. Так что заставляет вас серьезно воспринимать то, что она вам говорит? Чувство вины, что вы разрушили семью, но это не только ваша ответственность, это ответственность вашего мужчины, страхи, можно с ними поработать, и что заставляет вас так реагировать. Далее, какую реакцию, какую линию поведения, по вашему мнению, должен занимать мужчина в этой ситуации? Попробуйте ответить на этот вопрос. Что должен делать мужчина, по вашему мнению? Что он должен сделать? и почему он этого не делает? Донасилили вы до него, что вам плохо, донасилили вы до него, что вы переживаете, что вам буквально отмечить тяжело? Как он на это реагирует? Почему если он ничего не делает, вы считаете, что это любовь? Вы говорите, что он делает для вас все, что может, но в то время вы говорите, он не может защитить вас от своей жены. Значит, не все делает, что может. Ведь это его прямая обязанность защищать вас от своей жены. В связи от того, что он не развелся в этой поры. Как то есть противоречие наблюдается. Вы говорите, что он тоже делает все для себя, но при этом пишите, что он вас не защищает. Либо у вас идеализация мужчины, и вы считаете, сколько с ним будете счастливы, так как и жена его. Либо кто-то еще. Дальше. Саша это. Мне сложно, я очень устала. Больше сейчас времени этого не замечаю, иногда бывают силы, и я просто плачу, у меня истерика. Он так будет всегда. Он не понимает этого или не хочет. Ему так удобно. Он понимает, что он не хочет делать, ему так удобно, потому это ничего от него не требует. И в глубине речи, скорее всего, полагают, что, как я уже сказал, вы сами к этому пришли, вы сами на это согласились. Считает, что он и так делает все возможности, чтобы все исправить. Хорошо, если он считает, что все возможности он делает, почему он ориентируется только на себя, а не на вас. И что конкретно он делает, чтобы все исправить. И что он исправляет, не очень понятно. Вот сначала надо бы развестись, но почему этого не делать. А что ли тогда он делает, чтобы все исправить? И как я уже сказал, а что вы или он вкладываете в понятие исправить? Что вы исправляете? Что он исправляет? По-моему тут не исправлять надо. Тут надо завершить одни отношения с его женой. Вам побыть какое-то время раздельно, вам и вашему мужчине. Потом нужно встретиться и понять хотите ли вы быть вместе. На исправление это мало похоже. Скорее это похоже на просто корректировку поведения возможно, но не на исправление. Далее вы пишите про то, что хотите в семью детей. Я вам об этом уже говорил. Для этого нужны силы и вера в вас хорошая. Вы знаете, вам нужно верить в свои желания. Вам нужно верить в себя. Себя и свои желания, а также свои ценности и кто вы. Вы забыли. Вот это вам нужно вспомнить. Вам нужно вспомнить кто вы. И достойны ли вы всего того, что сейчас у вас есть. Ее все меньше. Правильно, ее все меньше, потому что вы ничего не меняете в своей жизни. Вы ничего не предпринимаете в своей жизни, чтобы как-то ее исправить. Откуда же что-то получится? Знаете, всех все устраивает. По самом деле. Мужчина устраивает положение вещей. Не знаю, насколько это борьба, насколько он приз, как вам сказала коллега, но его устраивает ситуация. И он не будет ничего менять. Завтра будет день, и все будет как всегда, а что потом? Срыв? Да? Да? Будет срыв? если вы не захотите что-либо поменять в своей жизни, то у вас будет срыв. Да? Здесь вы правы. Значит, что я вам могу порекомендовать? Ну, во-первых, сейчас, на данный момент, помочь пережить смерть отца. это травма, деселая травма, и вам нужно помочь ее преодолеть. помнить, что папа вас любил и любит, и стараться быть счастливой, хотя бы для него, ради него, как он хотел быть, чтобы вы были счастливы. И помнить, что он всегда будет жив, пока вы его помните. Это по поводу отца. безусловно, здесь есть множество нюансов. Вам, может быть, это нужно проговорить и так далее. Вот. Возможно, вас чувство вины мучает, беспокоит. К отцу такое бывает. Когда люди умирают, нам кажется, что мы недостаточно делали что-то при жизни. этих людей. Это неправда, конечно, потому что отношения всегда предполагают определенное качество взаимодействия, и мы не можем, конечно же, общаться с человеком так, как будто ему осталось в последний день. Это было бы странно. но это все осознается и достигается постепенно. Далее, работа над вашим опытом взаимодействия с мужчинами, вообще, то есть, все отношения с мужчинами вам нужно проанализировать. выявить негативные паттерны, выявить возможные элементы зависимости, выявить нюансы восприятия вами, мужчин, и, собственно, эти нюансы рассмотреть и переосмыслить заново, чтобы иметь не искаженное представление о них, а реальное, настоящее. Далее, работа над самооценкой, над личностью, над личностным родством, личностным аспектом и над уверенностью в себе, а также над вашими страхами, которые у вас в любом случае есть. Ну, а дальше вам необходимо побыть в одиночестве или побыть в уединении. Мужчину вам нужно обыспеть, потому что тоже происходит сейчас. Это приведет к вашим проблемам со здоровьем в будущем обязательно, потому что срывы просто так не проходят. И если вы беспокоитесь о себе, если вы действительно хотите в будущем ребенка, то вам нужно быть здоровым. Ага, таким образом здоровым вы не будете. Ну, вот, в принципе, на этом, наверное, все. можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, буду рад помочь, пишите в личку. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если напишите дополнение, то пожалуйста, напишите мне в личку, о том, что написали, я его прочту и дополню свой ответ. Я желаю вам всего доброго, удачи и желаю вам принять верное решение относительно того, какой будет ваша дальнейшая жизнь, это зависит только от вас и желаю вам выбора правильного поведения и надеюсь, что вы все-таки решите изменить свою жизнь с нашей помощью или без нее. До свидания.